Какие поступки испортят все на первом свидании? Думаю, когда на свидании тебя даже не спрашивают о твоих интересах. Может прозвучит странно, но у меня было свидание, на котором мы говорили только о ней, ее жизни, друзьях и так далее. Почему бы и нет, я заинтересован в ней, но она не задала ни одного вопроса обо мне. Навязчивость. Если вы именно так ведете себя с незнакомцами, задумайтесь, какими будут ваши отношения. Один парень купил мне зубную щетку после третьего свидания, чтобы я использовала ее, когда останусь у него ночевать. Он также хотел видеться каждый день и очень обижался, если я отказывалась. Затем он спрашивал о каждой мелочи, которую я делала, пока мы не виделись. Я не такая общительная, поэтому не хочу видеть кого-то 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И этого ему было недостаточно. Ох, он даже заставлял меня сообщить данные аккаунта в Reddit. Начинать его с «Я люблю тебя». Однажды девушка сказала мне, что влюблена примерно в середине первого свидания. Я перевел это в кокетливую шутку, а под конец свидания она сказала «Знаешь, как я узнала, что ты любишь меня? Ты не сказал, что не любишь меня, когда я тебе призналась». Приглашает в стриптиз-клуб, где его ждут друзья, а затем подмешивает что-то в напиток. Была на первом свидании несколько лет назад. Он отвел меня в вип-клуб, купил самые дорогие бутылки вина, вручил мне свой кошелек, чтобы заплатить за вино. Затем, извинившись, пошел в уборную, видимо, чтобы я увидела, сколько у него денег. Там было больше двух тысяч фунтов. Я подумала, что это странно, но списала на то, что он пытается произвести на меня впечатление. Это не сработало. После этого он отвел меня в стриптиз-клуб, где сотрудники бара знали его лично. Мне было невероятно неудобно, но стало еще хуже, когда двое его друзей просто случайно наткнулись на него в клубе, сели с нами, а затем позвали стриптизерш, чтобы те сидели у них на коленях. Спустя пять минут я извинилась и ушла в уборную. План состоял в том, чтобы придумать предлог, чтобы уехать, как только я вернусь. Я пришла, сделала еще один глоток шампанского, который по глупости оставила на столе, посидела еще пять минут, а затем сказала, что мне нужно уйти. Они пытались сделать все возможное, чтобы я осталась, но я отказалась. Как только я встала, я почувствовала легкое головокружение и, наконец, поняла, почему в мой напиток что-то подмешали. Я запаниковала, начала быстро собираться, а мой спутник следовал за мной, отчаянно умоляя меня остаться еще ненадолго. Затем он предложил сесть в такси со мной и проводить меня до дома. Я добралась до такси, села и у нас разгорелся спор. Он предлагал проводить меня, а я отвечала, я большая девочка и могу позаботиться о себе. Водитель понял, что что-то не так и вмешался, сказав ему, что я отказала. Вот и все. К тому времени я потеряла сознание на заднем сиденье такси. Я не помню, как опала в дом, но помню, что проснулась на полу в ванной на следующее утро и чувствовала себя прекрасно. Худшее свидание в жизни. Однажды я общался с девушкой в сети. Все шло хорошо, поэтому мы решили сходить в кафе. Я приехал на место на 5 минут раньше, так что я ждал. И еще ждал. Написал ей спустя 15 минут от назначенного времени, но не получил ответа. Я прождал еще 45 минут, а затем ушел. Она ответила мне позже, что не пришла, потому что живет в Индонезии. Я живу в Нью-Джерси. Приглашать на многоуровневое маркетинговое обучение. Узнать, что причина, почему тебя позвали на свидание, заставить бывшего ревновать. И еще хуже, что бывшего тоже пригласили. В моем прошлом месте работы парень в течение месяца докучал девушке, работающей в фургончике с едой. Наконец, она согласилась пойти на свидание с ним. Так вот, на первое свидание он повел ее сниматься в шоу для взрослых. Очевидно, она извинилась, ушла в уборную и больше не вернулась. Мне было так жаль ее. Я бы до смерти испугалась оказаться рядом с кем-то не в себе. Единственное свидание с Тиндера, на котором я когда-либо был. Все было хорошо, пока я не заметил, что на ее ступнях были вытатуированы портреты Джона Уэйна Гейси и Чарльза Мэнсона. На пальцах ее ног были написаны слова «Веселые парни». Когда я спросил ее, что это, она ответила. Просто думаю, что они были действительно интеллигентными, но их просто неправильно поняли. Лучше всего просто рассказать о моем любимом худшем первом свидании и максимально отвратительном поведении. Подруга назначила мне свидание со своим коллегой, которого я видела один раз на ее работе. У меня было свободное время в субботу до занятия йогой. Мы договорились встретиться вместе, где я никогда не была ранее, а он был, хотя я предлагала кафе рядом со своим залом. Я надела одежду для йоги, широкий свитер без карманов и небольшую поясную сумку. Мы обедали, все шло отлично, затем мой спутник отошел в уборную, а когда он вернулся, мы закончили обедать и попросили счет. Платили пополам. И тут внезапно он говорит, что не может найти барсетку с деньгами. Он обвинил меня, что я украла его деньги и спрятала кошелек в своем кармане. Я поднялась, показала, что на моей одежде нет карманов, открыла сумку, чтобы показать, что кроме 20 долларов и документов в ней больше ничего нет. И она слишком маленькая, чтобы вместить что-то типа барсетки. Ему было все равно, что 20 человек видели, что я находилась на своем месте и не уходила из ресторана. Этот идиот закатил страшную истерику и потребовал обыскать мою машину. Я показала удостоверение официантке и попросила вызвать копов, чтобы они разобрались и доказали, что у меня ничего нет. Копы все записали, ничего не нашли и уехали. А придурок продолжал настаивать, что мы с официанткой в сговоре, и это она спрятала барсетку. Я повторяла, что он сам выбрал это место, а я раньше никогда здесь не была. Так как у меня было всего 20 долларов, я позвонила сестре домохозяйке, попросила привезти ее деньги, чтобы рассчитаться. Я оплатила весь счет, пропустила занятия по йоге и ушла домой злая. Я позвонила своей подруге и рассказала, что произошло. Она была в шоке. Наступает понедельник, идиот идет на работу, открывает ящик своего стола и бах! Вот она, барсетка. Он звонит мне, чтобы извиниться, и хочет знать, можем ли мы пойти еще на одно свидание. Мой ответ. Черт, нет! Ты оскорблял меня, называл лгуги и воровки, заставил меня заплатить 40 долларов, вторгся в мое личное пространство, требуя обыскать машину. У тебя был шанс, но ты все испортил. Ты можешь хоть гореть в аду, мне все равно. Однажды я сказала парню, что у него что-то застряло между зубов. Он почистил зубы своим длинным волосом. И я не сталкивался с этим до недавнего времени. Вытащить серу из уха и разбросать ее вокруг. Не делайте так. Просто не делайте, ладно? Совершенно разные интересы и правила поведения. Я много раз была на свиданиях, когда парни приносили Библию, затем приглашали на ужин, чтобы рассказать мне о Господе. Они всегда не понимали, почему я была недовольна. Пытаются поцеловать меня насильно, сжимая мое лицо с такой силой, что на подбородке остаются синяки на две недели. Целуются с широко открытым ртом, пихая мне язык в рот. Смотрите, Василиск пытается съесть Гарри Поттера. Пытаются увести меня в укромное место для интимных ласк, только потому, что мы пару раз поцеловались. Настаивают, если я хочу уйти. Полное отсутствие самоконтроля. Сказать мне, что я была бы секси, если бы больше тренировалась, потому что у меня есть предрасположенность к красивому телу, а сам был ни капли не спортивный. Ты соврал о своем имени, потому что выдуманное имя звучит круче. Заставляет слушать, как он громко читает стихи вслух, как будто мы на вечере поэзии в местном культурном кафе. Хорошо, в этой ветке много историй, поэтому и я поделюсь. Что она написала в сети? 20 лет, свободно, ищет отношений. Кого я встретил на первом свидании? 17 лет, с парнем из пригорода, ищет кого-нибудь, кто купит им алкоголь. Я купил ей тарелку блинов и отвез домой к родителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...